Всем привет! Сегодня я покажу как сделать лицевую анимацию для вашего персонажа немного удобнее и быстрее с помощью виджетов. Эта техника подойдет для любого персонажа, у которого уже есть лицевой риг. Для примера я буду опять использовать персонажа из DATS Studio. Его я импортирую в Blender с помощью аддона DATS Importer. Что такое DATS Studio и аддон DATS Importer смотрите в моих прошлых видео, ссылки на них в описании. После импорта персонажа идем во вкладку Correction в аддоне и жмем Merge Rig, Add Extra Face Bones и Make All Bones Possible, чтобы объединить скелеты одежды и персонажа и разблокировать все кости. Изменим отображение костей. Казалось бы, вот есть персонаж и у него есть риг. Бери и анимируй. Но анимируй каждую косточку отдельно это долгий и неблагодарный труд. Давайте сделаем простую анимацию моргания. Перейдем в Post Mode. В первом кадре поставим ключ на кости лица. Перейдем в 10 кадр и ставим еще один ключ. Перейдем на 4 кадра вперед, подвигаем кости, чтобы закрыть глаза. Ставим ключ. Теперь перейдем на 6 кадров вперед и скопируем ключ с дефолтной позой. Чтобы сделать такую простую анимацию, мне пришлось двигать в общей сложности 12 костей. В Blender есть такая функция как библиотека Post. В ней можно сохранить позу для выбранных костей для использования в будущем. То есть сделав один раз позу и сохранив ее в библиотеке, вам больше не придется заново двигать кости. Посмотрим как это работает на примере моргания. Выделим все кости, которые управляют глазами и добавим их в группу костей. Эта функция находится во вкладке Object Data Properties. Жмем плюс и создаем группу. Переименовываем ее. Жмем Assign, чтобы добавить выделенные кости в эту группу. Теперь, если нам нужно выделить все эти кости, это можно будет сделать одной кнопкой Select. Теперь откроем раздел Post Library. Библиотека Post. Жмем New и создаем новую библиотеку. Переименуем ее. Жмем плюс и создаем новую позу для выделенных костей. Сейчас это дефолтная поза. Переходим в кадр, где глаза закрыты. Жмем еще раз плюс. Так мы сохранили позу моргания для выделенных костей. Удалим все ключи анимации. Жмем Alt-G, Alt-R, чтобы вернуть все кости в начальную позу. Посмотрим, как теперь можно сделать анимацию моргания. Снимем выделение со всех костей. В Bone Groups выделим группу глаза и жмем Select. Так мы выделили нужные кости. Ставим ключ на перемещение. Перейдем в 10 кадр и ставим еще один ключ. Идем в 14 кадр. В библиотеке POS выбираем позу моргания и жмем этот значок. Ставим ключ на перемещение. Переходим на 6 кадров вперед, выбираем дефолтную позу и снова жмем на этот значок. Ставим ключ. Получилось гораздо быстрее, чем каждый раз двигать кости по одной. Но можно еще больше ускорить эти действия. Перейдем в Object Mode и создадим кривую Romp. Чтобы такая фигура появилась в меню создания кривых, надо активировать аддон Extra Objects. Идем в Object Data Properties и меняем тип фигуры на 3D. Конвертируем кривую в Mesh. Уменьшим ее. Выделим риг персонажа и переходим в Edit Mode. Добавим кость, переименуем ее. Перед именем добавим префикс Tar, что означает Target. Уменьшим ее размер. Перейдем в Post Mode. Идем во вкладку Bone Properties, далее Viewport Display, Custom Shape. В графе Custom Objects выбираем Romp. Кость стала отображаться в виде ромба. Это будет наш контроллер для глаз. Поднимем его на уровень лица персонажа. В Bone Properties отрегулируем размер. Жмем Ctrl-A, Apply Selected As Rest Pose. Теперь это положение будет для кости дефолтным. Привяжем его к кости головы. Перейдем в Edit Mode. Выберем контроллер и через Shift кость головы. Жмем Ctrl-P, Keep Offset. Идем в Post Mode. Заблокируем ее все в панели Transform, кроме Y Location. Эта ось в Post Mode отвечает за перемещение кости вверх и вниз. Потому что ось в локальных координатах костей отличается от мировых координат. Теперь выделим одну из тех костей, с помощью которых мы делали анимацию Маргани. Добавим ей Bone Constrain Action. В поле Target выбираем рик персонажа и кость префиксом Tar. В поле Channel меняем ось на Y Location. В поле Range Max ставим цифру минус 0,02. В поле Action выбираем библиотеку Post под названием Blink, которую мы создали. В поле Frame Start ставим цифру 1. В поле Frame End ставим цифру 2. Подвигаем контроллер. Кость, а с ней часть века двигается. Посмотрим подробнее в настройке Constraint Action. В Target мы указываем кость, с помощью которой мы будем управлять другими костями. В Channel указываем ось, при движении по которой будет проигрываться экшен. В нашем случае вместо экшен проигрываются позы из библиотеки Post. В Target Space указываем в каких координатах происходит перемещение, локальных или мировых. В поле Range Max указываем крайнее положение управляющей кости, при котором анимация подойдет к концу. Чтобы понять чему равно это значение, подвигайте кость контроллер. Передвиньте ее на такое расстояние, на котором хотите, чтобы анимация закончилась. В правом N меню в поле Location будет нужное значение для Range Max. Далее в графе Action указываем экшен, который будет проигрываться при движении кости. В нашем случае это библиотека Post. В ней присутствуют две позы, дефолтное положение костей, положение костей при закрытом глазе. Переход от одной позы к другой и будет заменять экшен. В полях Frame указываем первый и последний кадр экшена. Так как мы используем вместо экшена библиотеку Post, отмечаем всего два кадра. Первый это дефолтная поза, второй поза с закрытыми глазами. Мы настроили Constraint для одной кости. Надо скопировать его на все остальные кости, которые отвечают за движение век. Перейдем в Bone Groups и выделим все кости в группе глаза. Теперь с зажатым Shift кликаем по кости с Constraint Action, чтобы снять с нее выделение. И снова кликаем, чтобы выделить. Далее жмем Ctrl-C, Copy Selected Constraint. Выбираем Action и жмем OK. Constraint скопировался на все выделенные кости. Чтобы эта операция копирования работала, надо активировать аддон Copy Attributes. У нас есть контроллер, который отвечает за моргание глаз. Теперь можно поставить ключи на его перемещение, чтобы сделать анимацию моргания. Больше не надо для этого выделять группы костей и искать в меню нужные разделы. На один контроллер можно назначить больше чем одну анимацию. Для этого создадим новую группу костей и новую библиотеку поз. В эту новую библиотеку надо добавить две позы. Сначала добавим дефолтную. Теперь подвигаем кости глаз, чтобы сделать их широкими, как при испуге или удивлении. Брови тоже надо приподнять, потому что очень трудно расширить глаза, и чтобы брови при этом остались на месте. Добавим эту позу в библиотеку. Выбираем любую кость в новой группе костей и добавляем ей Constraint Action. В поле Target также указываем контроллер. В Channel указываем Y Location и Target Space меняем на Local Space. В Range Max ставим такое же значение, как и в первый раз, только со знаком плюс. Потому что теперь эта анимация будет проигрываться при движении контрола в другую сторону. В поле Action указываем вторую библиотеку поз, которую мы создали. В поле Frame Start ставим цифру 1. В поле Frame End ставим цифру 2. Проверим, как работает контроллер. Теперь скопируем Constraints этой кости на все остальные в группе. Как это делать, вы уже знаете. Точно таким же образом вы можете создавать виджеты для любой группы костей. Давайте для примера сделаем виджет для смены эмоций. Выделим все эти кости на лице и добавим в новую группу. Создадим новую библиотеку пост и добавим в нее дефолтную позу для выделенных костей. Далее сделаем позу для улыбки. При улыбке щеки и нижние веки немного приподнимаются, поэтому мы используем также и эти кости. Добавим эту позу в библиотеку. Перейдем в Object Mode. Создадим текст. Изменим его на улыбка. В Object Data Properties изменим метод заполнения. Конвертируем его в Mesh. Добавим также кривую прямоугольник и также конвертируем в Mesh. Выделим скелет и перейдем в Edit Mode. Добавим и сразу переименуем кость. Изменим ее размер и поднимем повыше. Скопируем ее и переименуем. Привяжем вторую кость к первой. Перейдем в Pause Mode. В Bone Properties изменим отображение костей. Отмасштабируем их и выровняем относительно друг друга. Теперь выделяем обе и жмем Ctrl-A Apply Selected As Rest Pause. Заблокируем у первой кости все оси в Transform. У второй оставим только ось X Location. Выделим кость на лице из группы Smile. Добавим и Constraint Action. В поле Target укажем кость под названием Slider. Channel оставим на X Location. Target Space меняем на Local Space. Range Max меняем на 0,1. В поле Action указываем библиотеку Post под названием Smile. Frame Start и End меняем соответственно на 1 и 2. Проверяем как работает контроллер. Теперь копируем Constraint на все кости в группе Smile. Проверим результат. Перейдем в Object Mode. Выделим все объекты, которые мы использовали для контроллеров. И перенесем их в отдельную коллекцию. Скроем ее из вида. С помощью кривых вы можете изменять вид ваших виджетов. Такие виджеты в виде бегунка можно не прикреплять костям персонажа. Лучше направить камеру прямо на них и вывести в отдельное окно. Таким образом можно передвигать персонажа как угодно. И в отдельном окне будет удобный доступ к управляющим контролам. Эта техника больше всего подходит для создания контроллеров для анимации лица. В будущих видео я покажу как для этих же целей использовать другие Constraint'ы, а также драйверы. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. И не забудьте при подписке нажать колокольчик. Тогда вы сразу получите оповещение о всех новинках на канале. Также будет очень хорошо для развития канала поставить лайк. На этом все. Всем хорошего дня. Пока.